Беларусь по прозвищу Янки с 2020 года живет в Украине. Два года назад был вынужден покинуть родной дом. После тех самых выборов, которые не смогли поменять судьбу страны. Когда по телевизору произнесли эту цифру 85% то, что набрал Лукашенко, мы решили, что хватит уже молчать или отсидеться. Мы вышли на улицы, стояли в первых рядах. И так получилось, что народ не был готов к тому, чтобы стать свободным. И у нас начали все обыска, и мы приехали сюда. Сейчас он даже не рядовой боец. Командир добровольческого батальона, который вместе с украинскими воинами защищает страну от агрессора. Скажите, пожалуйста, сколько у вас в Беларуси в Петербурге? Где человек 60. И это при том, что Янки – непрофессиональный солдат. У меня не было военной специальности, я не служил в Беларуси вообще. Я профессию, я пулеметчик освоил в первые дни войны. Спорт помог быстро адаптироваться к военному времени. Изначально карьера моя была, я был футболистом. Потом я занимался единоборствами различными. И вот я приехал в Киев, и в Киев меня влюбил в такой спорт, как джиу-джитс. Попав в среду, парень начал интенсивно обучаться тактике ведения боя. Как пользоваться разнообразным оружием и методично уничтожать врага. За время масштабной войны в Украине Янки уже успел поучаствовать в защите аэропорта Борисполь. И в нескольких спецоперациях по освобождению оккупированных населенных пунктов. Одно из самых таких, наверное, запоминающихся мне заданий, это было село Лукьяновка. Оно было стратегически важно нам туда попасть. Мы заходили туда с разными батальонами добровольцев. Из профессионалов с нами был один танкист с огромными-огромными яйцами, третий курсник. И артиллерия помогала нам. Если сегодня орков, Путин, ты хуй не знай. И весь твой русский мир погибнет вместе с тобой. Но ключевое, есть много трофеев. И это не только раз и два. Еще стоит вон там танк. На всю операцию 28 единиц техники уничтожено. Четыре танка, три БТРа, одна мотолыга. Вот. И взяли еще в плен одного русского. Беларусь говорит, страха там, на передке, вовсе нет. Есть задание, которое нужно выполнить. Самый жесткий момент, наверное, это был, когда мы находились под обстрелом в Ухьяновке. Под вражеской артой. По нам работали танки. Это прям как в фильмах было. Ночь, все полыхает, все стреляет, горит. И несмотря на усталость, постоянное недосыпание, Янки всегда на позитиве с улыбкой. Говорит, борьба со злом бодрит и заряжает. Тем более, когда до победы осталось совсем немного.